Всем доброе утро! Мы с Ванечкой опять едем в больницу, ну, к зубному опять. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас время без десяти девять и мы идем на автобус. Всем хорошего дня! Так, с Ваней приехала домой, теперь еду с Катей на снимок зуба. А муж едет на прием к хирургу. Посмотрим. Так ты ему так и скажи, что у тебя болит палец. У него не проходит, болит. Он выпишет, не выпишет. Он переживает, что выпишет и придется на работу с больным пальцем идти. Когда у нас тут закопают уже, а? А тут говорят все еще, кстати, отопление не дали. Вот здесь вот в домах. И вот у соседей у наших отопления нету. Да, Катька? Лысая. Ладно, идем мы на автобус и едем в больницу. Зубному. Там козы. А нет, нету коз. Нету коз. Ладно, идем. Вся дорога. Лужи нету, высохла. Едем в город. Давай направление. Ты, говорит, смотри, чтобы она не помялась. Дала мне бумажку. Ты, говорит, смотри, чтобы она не помялась. Нормально, Катя, да? Все помяла бумажку. О, автобус уже стоит. Основное, он всегда рано приезжает. Ладно, бежим мы на остановку. Пришли с Катей в рентген кабинет. Катя зашла уже. Стою, жду ее. Сейчас снимок сделаем, а потом зыбной упадет. Стоим с Катей на остановке, и Катя пытается открыть резинки. Кать, так дома бы открыли. Мы купили резиночки вот такие, вот они давно уже хотели. Да? И она еще пытается вскрыть, чтобы себе взять черную. Тут покупки небольшие, журнал еще взяли. Но дома все расскажем, покажем. Сейчас едем домой. Дорогие друзья, мы с Катей уже домой приехали. Все сделали, слава богу. Тут заходили за знакомой еще. В целом покажу покупки, что купила. Девчонки просили резинки, но я вам на остановке показывала, что Катя уже забрала черную резинку, а тут еще вот такие вот. Всем распределишь. Потом дальше. У меня, как всегда, мой бальзам для губ стыбзили. Поэтому я себе взяла вот такой бальзам для губ. Губы все опять трескаются, а помады у меня сейчас нету. Потом дальше взяла вот такой вот органайзер. Повесить зубные щетки вот сюда, вот внизу. Чтобы складывать зубные щетки, да что ей зубную пасту. Вот этот мажетель взяли, что-то он 59 рублей был по акции. Пить захотелось. Журнал забрали. Кстати, ребят, магнит косметик. Сейчас скидка 30% на посуду успеваете. И вот такой журнал взяла. Положила за компьютер. Дальше потом вот такие вот резиночки взяла. О, тут еще и такой подарок идет, нифига себе. Тут еще и вот такая вот штучка в подарок, видимо, шла. Или что, или просто отдельно, наверное, была. Ну, а по чеку посмотреть, а чек я уже смяла. Да потому что пролилась вот эта фигня. Так, контейнер навесной, пакет магнит, миньон, резинка, резинка, набор 3 грузовика, клубника. Не, это в этом шло в наборе. Для зубной щетки. Да, 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 для зубной щетки. Это набор такой. Потом дальше батон мы купили. И пришла посылка, не знаю, наша или нет. Потом проверю. Может, это не наша. Ну, тут потому что, может, Эль этот пролился и все сурует. Вот такие вот целые покупки. Завтра мы с утра едем. Кате надо к 8 часам к зубному, а Ванюше 8.35 к зубному. По поводу мужа многие спрашивают. Мужу продлили больничный еще на неделю. Поэтому не знаю. Пока он еще на больничном. Он уже месяц ровно просидел на больничном. Ему один больничный закрыли, открыли другой. Чтоб хоть какую-то зарплату получит. Если успеет в этом месяце они его закрыть, этот больничный. Ну, навряд ли. Вот получается. Если не успеет, они его закрыли. Значит, он вообще без каких-либо денег останется. Ну, это ладно. Перебьемся как-нибудь не впервой. И поэтому вот как-то так. Ладно, пойду я сейчас чай попью. У нас сегодня еще воду отключили, как назло, чай попью. И заниматься будем делами. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня будет распаковочка. Знаете, я все хотела давно купить детям к зиме теплые кофты. И все не знала, где на Валберес. Уже как-то надоело. И тут я нашла сайт под названием Тики-Текс. И заказала оттуда кофточки. Некоторые для своих детей. Но и кое-какую одежду. У них там очень большой выбор всего. Поэтому ссылочку постараюсь оставить в описании. Сейчас мы с вами посмотрим, что же я там заказала для своих деток. По-моему, что-то даже для себя заказала. Но точно не помню. Поэтому сейчас мы с вами распакуем тут очень много всего. Такая целом посылочка пришла. Но давайте первое посмотрим, что я заказала. Заказала деткам колготки второго сорта. Размер 133-134. Такого темных оттенков, чтобы не были сильно светлые. И вот с таким вот. Сейчас постараюсь даже руку туда вот так вот сделать. Показать, какой рисуночек. Видите, какой рисуночек. Очень красивый. На 140. По идее, это на Машу. Я знаю, что Маша у нас любит с таким рисунком колготочки. Или что-нибудь наподобие. Вот такие вот расцветка колготок. Колготки хорошие, я вам скажу. По качеству мне понравилось. И цена приемлемая. Так. Дальше. Еще одни колготки. Но размер уже чуть побольше. Потому что на всякий случай я думаю, а вдруг будет маломерки. Заказала точно такой же, почти такой же рисунок. Но побольше. Ростовка. На 140-146. И вот такие вот они светлые. Сейчас также на руку сделаю. Покажу вам рисуночек какой. Вот такой, ребят, рисуночек. Ну, плохо видно, да? Ну, вот такой вот. И они чуть-чуть побольше, наверное, будут. Ну, да. Совсем капелюшечку эти побольше. Ну, вот такие вот две пары колготок. Дальше смотрим, что у нас тут. А, да. Я еще надеток колготки заказывала. Размер. А нет, тоже 140-146. Ну, колготок я побольше. Сейчас же уже холодно. Я решила идти к типу с кисками. Видите, какие котятки? Это у меня Маша все-таки мечтала. В том году, потому что мы покупали. Но ей все не подходили. Я очень надеюсь, что эти ей подойдут. Скотята. Маша даже сразу улыбалась. Дальше смотрим, ребята. Ростовка 110-116. Я очень надеюсь, что они подойдут на Ваню. У меня, как назло, Ване все колготки стали маленькие. Знаете, вырос ребенок моментально. Но это что-то вообще невыносимо. Растет прям как на глазах. Как на дрожжах. И вот такие вот с пиратиками. Они мне очень там понравились. У них на сайте выбор большой колготок. И у них очень общительные продавцы. Если вы им напишите, спросите, какие расцветки, они вам всегда все ответят, какие есть, какие нет. Поэтому проходите и смотрите. Так, дальше. Ну, как я вам говорила, что я хотела кофты. Заказала вот такую расцветку кофточки. 32-й размер, по-моему, должен подойти на Оксану. Сейчас посмотрим. Нет, Оксане будет маловато. Скорее всего, на Марину подойдет вот эта вот кофточка хорошо. Ну, там без разницы. Кофточка, ну, я бы не сказала, что прям сильно теплая. Ну, тонковато. Но рисунок, помните, у нас раньше в детстве такие кофты были? Я когда увидела, мне очень понравилось. Я решила ее заказать. Вот такая вот серенькая кофточка. Сейчас смотрим, что еще пришло нам. Так, размер 36-й. Толстовка. Вот эту вот толстовку я заказывала, по-моему, на Машу или на Оксану. Я не помню. Короче, по размеру все равно кому-нибудь, девчонкам, подойдет. Вот такая вот, на Машу, по-моему, должна быть. Вот такая вот толстовка. Воротник. Тут капюшона нет. Воротник идет со шнуровочкой. И вот такой вот рисуночек, ребята, на толстовке. И плюс на рукаве надпись еще идет. Толстовка, кстати, хорошая. Ростовка у нее 32-40. Так, 36-й размер. Состав хлопок 70%, 30% полиэстер. Ну, мне очень нравится, ребят. А сейчас мы попозже с вами примерим и посмотрим, кому же из девчонок оно подойдет. Так, тут еще достану. Давайте по кофтам сначала. Толстовка 34-й. Да, вот эту вот на Машу, вот эту вот, значит, на Оксану. Вот. Она, ребята, маломерка. К сожалению. Оксане она тоже не подойдет. Она будет ей маленькая. Но Оксана все равно померяет, посмотрим. Вот такая вот толстовочка. Очень ярко, очень красивая. И такой принт интересный. Классная толстовочка. 34-й размер. Ну, вот я так поняла, что некоторые вещи все-таки там маломерят. Ну, сейчас померяем и посмотрим. А так по качеству, ребята, мне очень сильно понравилось. Фирма эта Натали. Очень классная. Многие из подписчиков, кстати, мне советовали эту фирму. Поэтому вот заказала. Дальше. Это у нас тоже идет толстовка. 32-й размер. Девушка говорила, что я всем своим деткам заказала толстовки. Вот такая вот. Вот это вот подойдет Оксане. Вот такая вот с капюшончиком. Капюшон такой яркий, красивый. И вот такая. Хотя, смотрите, вот это вот 32-й. А вот это 34-й. Вот это вот явно больше. Тоже фирма Натали. На замочке. А нет, не на замочке. Спереди, кстати, да, два карманчика. Это не два кармана. Это такой один карман, соединяющийся. Большой карман нажатия. Ну, вот такая вот кофточка. Сейчас померяем и посмотрим, что и как. Дальше достанем все, что здесь есть. Так, еще одни колготки на ростовку 128. Это тоже на Ваню. Я заказывала чуть на побольше пираты. Вот такой вот рисунок пирата. И вот такие вот колготочки. Ну, они будут постарше ему. Он потому, что моментально быстро растет. Вот такие вот колготки. Дальше, ребята. 46-й размер. Я очень надеюсь, что эта толстовка подойдет Егору. Ну, а сейчас с вами посмотрим, какая она. Потому что я на него эту толстовку заказала. Вот такая. С капюшоном. Вот такой капюшон. И вот такая вот толстовочка. Спереди тоже карман такой соединяющийся в один. И посмотрим. Ребенок померяет и скажем, что и как. Но по качеству, ребят, мне очень нравится. И последнее, что здесь было, это брюки джеггинсы черные. Я все пробую на себя заказать. Какие-нибудь брюки, чтобы одеть с красным пинетом. Но не могу подобрать размер. Они то маленькие, то большие, то еще какие-нибудь. И я заказала, попробовала на Тики-Тек 54-го Аш-размера. Вот такие вот они. Идут прошита такая яркая ниточка. Спереди имитация карманов. И вот так вот они. Тоненькие, не утепленные. Ну, в принципе, тянутся очень, ребят, хорошо. Я очень надеюсь, что подойдут. Вот такая вот, ребят, была посылочка от компании Тики-Тек. Фирма одежды вся Натали. Ссылочку я оставлю в описании. Также будет там и всякие промокоды, ссылки, где у них есть. Где они также есть в Инстаграме, в ВКонтактах, в Одноклассниках. Короче, я на все сайты оставлю ссылочку. Проходите, смотрите, заказывайте. Ну, а сейчас будет примерка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, дорогие друзья, померили мы одежду. Что могу сказать по одежде? Сейчас по каждой вещи я вам отдельно скажу. Штаны, которые заказывала на себе. Они очень хорошо. В следующем видео постараюсь показать, как они мне идут с красной тюльникой из василька. Мне очень понравилось. Ну, а вы мне потом скажете. Кофта, которую заказала сыну. Она ему мала, к сожалению. И в рукаве она вот так вот получается. Хотя я ему одежду такого размера беру, всегда все нормально. А здесь получается коротковато. И что у них, какой минус, вот на всех кофтах, вот что на этой сфере, нет, не на этой, вот на этой вот кофте, у них голова вот здесь, где просовывается, оно не тянется, ребят, вообще никак. И у ребенка голова не проходит. Вот эту кофту Маша одевала, ее с горем, с горем пополам. Потом мы кое-как с нее сняли. Пробовала Оксана одевать, Оксане тоже. Вот именно вот это вот место. А так вот на Машу она прям впритык, Оксане она хорошо. По качеству одежды могу сказать, что одежда очень хорошего качества. Но вот минус то, что вот маломерит очень сильно. И вот голова очень плохо пролазит. Но вот в целом кофта эта тоже хорошо. Дальше. Вот эта кофта вообще идеальна. Некая для головы, очень хорошо тянется. Кофточка очень классненькая. Очень понравилась ребятенку. Поэтому будем тоже носить. Дальше. Вот эта вот кофта тоже все хорошо. Вот тут тоже хорошо тянется. Видите, растягивается. И кофта тоже хорошая. Вот эта самая плотная кофта. И детям она очень сильно понравилась. Колготки сразу говорю. Колготки все хороши. Я проверила все их, чтобы дырочек не было. Все хорошие колготки. По качеству они понравились. Одни уже Маша взяла. Другие уже Ванюши одевала. В целом. Дальше. Вот эта вот толстовка. Которую заказывала я для Кати. Голова плохо проходит. Маша ты когда одевала, тоже тяжело проходила голова? Да. И у Маши тоже очень. Знаете, прям натягивать очень сильно. Она очень тяжело. Голова проходит. Но я может быть сдам куда-то в ателье и что-нибудь придумаю. Ну а пока вот так вот. В целом. Качество вещей очень хорошее. Но они могут маломерить. Поэтому имейте это ввиду. Ссылки я все оставлю в описании. Поэтому проходите и заказывайте. Всем желаю приятных покупок. Ну а мы будем примерять еще раз.